всем большой большой привет добро пожаловать на мой канал и снова с вами настя сегодня в моем видео пойдет речь о замиокулькасе и если вам это интересно оставайтесь со мной ну что давайте вкратце расскажу об этом растении ему сейчас больше пяти лет покупала я его маленьким растением магазине мегастрой маленьком горшочки было наверное стрелочек так 5 может и 4 маленьких таких сейчас же растение уже довольно таки большое этих уже стрелочек которые были покупные конечно же нет потому что по мере роста замиокулькаса у него время от времени отсыхают вот эти стрелочки и вырастают более длинные крупные большие росточки и вообще если уже правильно говорить то у замиокулькаса считается вот этот стебель полностью листом то есть это новый лист так скажем целый вот поэтому бывает такое что в интернете читаешь информацию пишут вот лист вырос если появился новый лист там приметы то что это к деньгам то есть вообще замиокулькаса выпускает стрелку и из этой стрелки уже идет какое-то определенное количество вот этих маленьких листочков и уже дальше она не наращивает новых листочков и я понять не могла читая почему же новый лист как он же не растет оказывается суть в том что сам вот этот стебель это и есть лист вот кто не знал вот вам полезная информация вот далее растет у меня замиокулькас в довольно таки бедной субстрате это вообще субстрат смесь для фиалки и для кактуса и вы знаете я не заметила в разницы когда я смешивала эти субстраты они оба такие легкие торфяные субстраты вообще можно сказать пустой такой субстрат вот и в принципе растению очень даже нравится очень быстро просыхает горшочек и поливая в принципе ну наверное раз в неделю сейчас зимой это раз в неделю а летом конечно же я смотрю по вот этим стебелечкам бывает то что они начинают морщиться и да ксюша это я не с тобой не играю вот они начинают морщиться и я понимаю что я недополиваю поэтому стараясь поливать вот почаще летом так как летом у нас южная сторона и быстро там очень жарко бывает до 40 градусов вот и поэтому вот так вот далее что еще хочу рассказать купаю часто это растение вот сейчас кстати тоже можете заметить капельки тоже под душем я их немножко так освежила вот зимой тоже надо это делать так как дома у нас сухо из-за отопления растения очень даже нуждается во влаге если вы заметили у него есть вот такие вытянутые стебли листья давайте будем задравили на вытянутые листья почему они у меня так вытянулись и вот сзади вы можете заметить ровненькие прямые вот эти ровненькие прямые появились после того как я поставила его на подоконник вообще изначально он у меня рос на подоконнике но потом по мере появления моих орхидей место на подоконнике становилось все меньше и меньше а мне орхидеи хотелось все больше и больше в итоге очень много моих растений ушло на второй план в глубь комнаты но в принципе растения замиокулькаса довольно таки те невыносливые растения если даже можно почитать литературу до в квартирах они могут стоять и есть даже примеры вот взять мою маму мы покупали вместе это растение у нее тоже стоит в глубине комнаты при том что у нее северная сторона и в принципе растения растет и выпускают новые листики но я заметила что приняли достатки света вот эти лепестки вот эти листья вернее очень тоненькие хрупкие и вытягивающийся к свету что я бы сказал не очень даже красиво ну лично мне не нравится может быть кому-то нравится когда вот он так вот но опять же это неудобно на подоконнике занимают очень много места либо где он стоит занимает очень много места прям вытягивается как только я поставила вновь на подоконник вот я заметила что начали выходить новые листья уже с более толстым стволом не знаю будет вам заметили нет вот он и вот сейчас попробую показать поближе вот смотрите вот какой жирненький и вот какой жирненький это вот новые вылезли уже вот после переезда и я поставил на окошко и вот тоже по моему и и вот можете заметить вот тут есть такие как складочки они появились еще летом вот из-за того что я видимо плохо мало поливала и они появились вот именно летом жаркие дни вот но сейчас они выпрямились но след остался далее вот сейчас переверну и покажу видите какие ровненькие красивые такие сочные получаются листья вот с этой стороны это вот результат того что они растут на окне где много света им достаточно а вот там вот худенькие вытянуты это вот пожалуйста результат того что они стояли в тени сейчас вот у меня влазят новые стрелки новые листочки и я надеюсь что растение выдаст тоже опять же толстенькие такие как я называю бульбы вот в общем вот такая вот немножко информация о том как я ухаживаю за своим замиокулькасом что еще могу рассказать в принципе удобрение например я особо не принимаю для этого растения но бывает иногда вот для декоративно-лиственных растений если там какие-то растения я поливаю то ему тоже попадается но это очень редко особенно вот сейчас я вообще растение не удобряю и смотрите все равно они дают новые листочки в общем вот такое вот коротенькое видео а может и не коротенько я надеюсь вам было интересно послушать меня если это так ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите свои комментарии возможно может у вас какие-то вопросы я что-то недорассказала либо вы как-то еще по-другому ухаживаете за этим растением напишите мне будет интересно почитать в общем все спасибо всем пока до новых встреч до новых встреч